Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. В детстве моя гостья подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. Затем он ушел из семьи. Она заполняла пустоту зависимостями, грехом, хотела покончить с собой. А затем ей поставили диагноз «маниакальная депрессия», ни много ни мало. Сверхъестественно. Она нашла ключи к абсолютной свободе. Она узнала, как жить в славе Бога круглые сутки. Эти ключи восстановили ее жизнь. А вы хотите узнать, как круглосуточно жить во славе? Тогда смотрите нашу программу «Это сверхъестественно», и это станет доступным и вам тоже. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Дайана, вы живете во славе. Я никогда не разговаривал с вами по телефону, когда слава проникала даже через трубку. Я ни разу не переживал таким образом славу Богу. Конечно же, слава — это проявление Бога. Она ощутима и видима. А вы можете ее чувствовать, слышать и обонять. Скажите, что же делает Бог, когда сходит эта слава? Что Он при этом делает? Поделитесь. Нам очень интересно. Происходят чудеса. В ваше тело приходит исцеление. Приходят слова откровения. Вы буквально ощущаете славу Бога внутри себя. Люди получают слова знаний, слова мудрости. Когда приходит слава Бога, происходят чудеса. Люди, которые приходят в ее церковь, буквально видят, ощущают и переживают славу Бога. Знаете, что мне это напоминает? Я читал о пробуждении на Азуза-стрит. Во время этого пробуждения дети играли в облаке славы, в прятки. Прекрасная игра. Они могли там затеряться. Расскажите мне о супругах-католиках. Конечно. Чтобы не ошибиться, я взяла с собой слова женщины-католички, которая стала ходить в мою церковь. Она никогда не сталкивалась с Божьим сверхъестественным, никогда не была в церквях пятидесятников и не знала о Духе Святом. Она написала мне, «Каждый раз, когда я вижу, как вы проповедуете, вокруг вас все расплывается». Я не знала, какими словами это выразить, потому что мой разум мне мешал. Я всегда считала, что дело в моих линзах, но когда я в очках, все точно так же. Вы понимаете, о чем я говорю? Я вижу это каждый раз, когда вы проповедуете. Я ловлю себя на том, что не свожу с вас глаз, потому что не могу понять, что я вижу. Самое удивительное произошло потом. Она встретилась со славой Бога. Она пишет, «Помните момент нашей первой встречи? Вы меня обняли, и я упала под действием силы Бога. Я никогда этого не забуду. В тот день я поняла, что Бог реален». Когда слава Бога снисходит и касается нас, в нас начинает двигаться сила Бога. Она становится реальной и ощутимой. С ее мужем отдельная история. Сначала он не ходил, а затем стал регулярно приходить вместе с женой. Он сказал, «Однажды мы служили, люди словно ходили и выходили из плотного облака. Растения за вашей спиной были золотыми, и ваши волосы тоже становились золотыми. Чем больше вы говорили, тем больше ваше лицо покрывалось золотом и начинало сиять. От него исходил яркий свет. Происходят сверхъестественные чудеса. Слава Божья меняет ваш облик. Сейчас кто-то из вас встретится с этой славой. Я хочу, чтобы вы просто подчинились тому, что Бог хочет сделать». Это очень сильно, когда сходит слава Бога, потому что она меняет вашу жизнь, меняет ее навсегда. У меня только что было странное видение. У одного из зрителей, а возможно даже у многих, уши покраснели и горят. Не знаю, глухой вы или нет, но какое бы исцеление не требовалось вашим ушам, будь то опухоли или что-то другое, все, что связано с ушами, исцеляется прямо сейчас. Библия говорит, «Не видел того глаз, не слышала уха, что приготовил Бог, любящим его». Вот оно, великое, последнее, излияние Божьей милости на планете Земля. Я называю его величайшая слава. Она здесь, прямо сейчас, и она будет только усиливаться. У меня есть один вопрос к Даяне. Как она смогла простить своего отца, его насилие, его уход и отвержение? Удивительно, что она по-прежнему жаждала отношений. А почему? Ей нужно было еще больше отвержения, так что ли? То, что потом произошло, мог устроить только Бог. Оставайтесь с нами. Это сверхъестественно. Итак, Даяна узнала, что у отца рак, и он в тяжелом состоянии. Опять же, после пережитого насилия и всего того, что вам пришлось перенести, почему вы снова захотели с ним увидеться. Я не хотела, чтобы мой отец проводил вечность в аду. Неважно, чего он для меня не сделал и что сделал, я знала, что мне нужно его простить. Каждый день я продолжала прощать его и молиться за его спасение. Бог умеет делать в людях и для людей то, что мы сделать не в силах, чтобы сохранить их до дня спасения. Слово Бога не возвращается неисполненным, поэтому я продолжала стоять на его слове и провозглашать, что отец примет спасение. Конечно же, я не знала, что я буду той, кто приведет его к Господу. Три недели спустя вашего отца переводят в хоспис в предсмертном состоянии. Вы поехали туда, но не одни. Рядом с вами проявилась атмосфера Бога. Она окружила вас. И вы тогда, в тот момент, знали это. Но как вы поняли, что об этом узнали другие люди? Люди, которые входили в палату, сразу что-то ощущали. Один из знакомых нам врачей вошел и тоже сказал, что что-то чувствует. Это было ощутимо даже для медсестер. Одна из них что-то почувствовала и попросила помолиться за документы на дом, которые она никак не могла получить. Я сказала, нам нужно помолиться в согласии. А вы знаете Иисуса как своего Господа и Спасителя? Она сказала, «Нет». Я спросила, «Вы хотите помолиться в согласии?» Она кивнула. Кстати, имена Слава побудила Дайану задать такой вопрос, а сестру правильно ответить. Да, слава была ощутима. Я привела эту сестру к Господу. Мой отец, который никогда не видел, как люди поднимают руки к Господу, лежа на постели, открыл глаза и поднял руки к Господу. Это был момент славы, ведь он никогда этого не делал. Медсестра была очень рада тому, что сделал для нее Бог. Он подействовал сверхъестественно. Я встретил ее на следующий день, и она спросила, можно ли зайти ко мне. Я сказала, конечно. Она сказала, сегодня пришли все бумаги. Я уверена, что ангелы взяли у Бога эти бумаги и положили в ее почтовый ящик. Еще она сказала, я могу прийти вместе с подругой. Моя подруга, она тоже хочет знать Иисуса Христа. Она пришла? Да, они пришли в палату вместе. Я хотела задернуть занавеску, поскольку рядом лежал мужчина 85 лет. Он посмотрел на то, что я собираюсь сделать и сказал, не задергивайте штору. Я подумала, Бог действует. Он сказал, я тоже хочу принять Иисуса. Нас смотрит кто-то, кто давно молится и стоит в проломе. Хочу ободрить вас, не сдавайтесь и продолжайте стоять на Слове Божьем, потому что Бог верен Своему Слову, и Он сделает то, что может сделать только Он. Просто успокойтесь в Нем и доверяйте Его Слову. Я представляю, как этот сосед в возрасте 85 лет лежит в постели хосписа и готовится умирать. Но он не только что-то видит, он что-то еще и ощущает на телесном уровне. Скажите, а что же Он вам потом об этом поведал? Он взял мою руку и сказал, что я ангел, посланный Богом. А затем он посмотрел вверх, увидел свет и сказал, я вижу свет. Я сказала, что это Иисус, потому что Он есть свет. Он есть свет, путь и истина. Мужчина посмотрел на меня и сказал самые удивительные слова, которые я когда-либо слышала. Он сказал, я ждал этого дня всю свою жизнь. Я очень удивилась и позже спросила у Господа, как человек может так говорить. Отец очень мягко мне ответил, каждый, кого я сотворил, рождается, чтобы знать меня. Мы не должны бояться вести людей к Господу, спрашивать их, где они собираются провести вечность. Мы так долго молились о жатве, жатва созрела, нам просто нужно захотеть спрашивать у людей, где они собираются провести вечную жизнь. произошло бы все это, если бы вы не решили простить своего отца. Думаю, нет. Я почти уверена, что нет. Прощение открывает двери и приглашает славу Божью прийти и расположиться. Тогда вы ходите в любви, а Бог может двигаться. Очень важно понять, что вы можете быть сосудом Божьим каждый день. Есть те, кому нужен Иисус, есть те, кому нужно исцеление, есть те, кто почувствует ощутимую атмосферу Бога, есть те, кто непременно почувствует славу Божью. Мы в свою очередь несем Его Царство. Откройтесь для Божьей атмосферы, где бы вы ни были. Она становится все сильнее и сильнее, плотнее и плотнее. Как сказала Даяна, если вы тот, кому нужно узнать Бога, сейчас самое время. Пожалуйста, повторите за мной эту молитву и верьте в это всем своим сердцем. Повторите за мной вслух такие слова, дорогой Бог. Я грешник и я раскаиваюсь. Я верю, что кровь Иисуса омывает мои грехи. Я чист, и теперь, когда я чист, я смело говорю, Иисус, ты мой Господь, и ты же мой Спаситель. Войди в мое сердце, позволь мне узнать тебя и пережить тебя и провести с тобою вечность. Аминь. Когда мы вернемся, я хочу узнать о плотном облаке, которое появилось в спальне Даяны. Бог рассказал ей, как пребывать во славе. После этого наставления люди стали говорить Даяне, что верхняя часть ее тела просто исчезает, и они видят только облако славы. Я хочу узнать, что именно сказал ей Бог, поэтому не переключайтесь, мы к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Итак, Даяна, каково это находиться в плотном, плотном облаке, что вы видели и что ощущали? Это было просто потрясающе. Я совершенно восхищена Божьей атмосферой. Когда пришла эта слава, я просто сидела в спальне и читала. В той стороне комнаты, куда пришла слава, ничего не было видно, совсем ничего. Облако приблизилось, и тогда я решила проверить его. Я вытянула руку, и она скрылась из виду. Я быстро ее отдернула и поднесла поближе к лицу. Мой разум пытался что-то осознать. Мы не можем понять сверхъестественное своим плотским умом. Я вытягивала руку снова и снова, и еще раз, думаю, шесть, или даже семь раз. Помните, как дети на Азуза стрит играли в прятки в облаке славы? Вы тоже как ребенок. Точно, я была под таким впечатлением. Я спросила, отец, для чего ты мне это показываешь? Он сказал, Даяна, когда ты молишься, читаешь мое слово и поклоняешься, а затем я отправляю тебя к людям, они будут видеть не тебя, а меня. Никакая плоть не будет хвалиться передо мною. Это очень важное слово. Да, и я всегда воздаю ему всю славу, это нужно делать. На следующей неделе я стояла за кафедрой и проповедовала на служении, после этого ко мне подошли два человека и сказали, вы знаете, когда вы проповедовали верхняя часть вашего тела исчезла, там было только золотое облако. Второй сказал, что видел белое облако. Это так чудесно. Мы не часто такое видим, а это очень сложно вместить. Я подумала, Бог, они видели и слышали тебя, меня они не видели, все произошло так, как ты мне говорил. Нельзя забывать о том, что нужно пройти процесс под названием «умереть для себя». Он никому не нравится? Да, верно. Но подумайте, какой будет награда. Люди будут смотреть на вас, но вас не увидят, они увидят Иисуса. Вы говорите о простых шагах, чтобы и мы могли действовать в этой славе. Один из этих шагов это поклонение. С чего же все начинается и чем все заканчивается? Поведайте нам. Библия говорит, что Богу нужно поклоняться в Духе и Истине. Мы поклоняемся Ему путем повиновения Слову Божьему. Я никогда об этом не слышал. Я думал, что поклоняться значит петь песни, но Даяна говорит иначе. Когда мы послушны Слову. Это есть поклонение. Да, мы поклоняемся Богу в Духе и Истине, потому что Его Слово — жизнь и Дух. Когда Слово вселяется в нас, мы становимся живыми сосудами. Я хочу, чтобы вы высвободили славу Бога. Отец, во имя Иисуса я благодарю Тебя за силу крови Иисуса. Отец, я высвобождаю славу для всех и каждого, чье сердце смирилось перед Тобой, чей Дух смирился. Я благодарю Тебя, Отец, за проявление Твоей славы для исцеления, чудес, для слов, знания и мудрости, которые придут к Твоей славе. Отец, спасибо Тебе за Твою славу, которая сейчас касается людей повсюду и в нашей аудитории. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Эта слава ощутима. Она здесь независимо от того, чувствуете вы ее или нет, чтобы вы сказали тем, кто ее сейчас не ощущает. Я прошу их не фокусироваться на славе, но просто верить в Бога. Я уверена, что в какой-то момент они непременно увидят и ощутят эту славу. Вы увидите и почувствуете славу Бога. Это ваше наследие. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Дэвид Хоган. Вы знали, что Бог желает через вас исцелять больных, изгонять бесов и воскрешать меду? Присоединяйтесь ко мне, и я расскажу, что это Божья норма для вашей жизни. Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN, это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов, едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы, день за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу, а не думали сами. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА